Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Первый раз познакомилась с парнем 15 лет назад, когда ездила к бабочке в другую страну. Как вы восприняли это знакомство? Чем оно было для вас? Далее мы встретились уже через 4 года, закрутился роман, было влечение друг к другу. Наверное я бы даже сказал, что это была первая любовь. То есть вы друг другу увлеклись. Это было что-то вроде страсти. После моего возвращения мы год плотно общались, потом я стал жить с молодым человеком и общение прекратилось. То есть здесь получается, что вы, будучи влюбленный в одного молодого человека, начали жить с другим. И когда вы говорите о том, что общение прекратилось, да, вот, значит хочется здесь как-то, ну, спросить вас, а вот что вы в этом смысле имеете в виду, да? То есть это вы как-то, ну, прекратили общение сами? Или молодой человек перестал с вами общаться, ну, по причине вот того, что, да, у вас появился другой. Хочется, наверное, в этом смысле как-то лучше понимать, как менялись ваши чувства. То есть, ну, вы же были влюблены, да, получается, в, ну, в этого мужчину. А потом, значит, вы решили переключиться на другого человека. Вероятно, вы не видели для себя какой-то перспективы вообще ничего. Вот. То есть давайте вот тут тоже попробуем увидеть, вот, что изменилось у вас непосредственно, да, потому что, ну, что изменилось у молодого человека мы, мы знать не можем. Вот. 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 Что у него произошло. Но мы можем, в принципе, ну, вот, понять, да, что изменилось у вас. И, соответственно, разобраться мы можем именно с этим, ну, именно с этими аспектами, да, именно с этими моментами. То есть, чтобы, ну, чтобы вы сами поняли, что произошло, вот, непосредственно, непосредственно в вашей ситуации, да, непосредственно в вашей какой-то парадигме, да, если можно так выразиться. Потому что я думаю, что за ту перемену, которая произошла, то есть, ну, за прекращение общения отвечаете, в том числе и вы. Вот. Вот. Не только, ну, не только мужчина отвечает. То есть, это, мне кажется, более чем логично, я надеюсь, здесь. Вот. А вы так говорите, да, как будто вот общение прекратилось, ну, само собой. То есть, я думаю, что это не совсем, не совсем корректно так говорить. Я думаю, что общение прекратилось не само собой, а вот в результате, ну, какой-то активности, вот, в том числе и вашей активности, да. Вот. То есть, ну, это, опять же, в данном случае, на мой взгляд, вполне логично. Периодически он давал о себе знать, пишите вы, давал о себе вспомнить, написав, как дела. И вот, спустя 11 лет с момента, в последнем встрече, он добавляется вновь ко мне в друзья. Я этого сразу не увидел, а через 2 недели все-таки наткнулась и добавила его в друзья. А как обстоят дела с вашим молодым человеком, в котором вы начали жить? Вот. То есть, вы с ним продолжаете общаться, вы с ним продолжаете взаимодействовать, вы с ним продолжаете, ну, находиться в отношениях. У вас есть к нему какие-то чувства, вот, или нет? То есть, вот, на это, на мой взгляд, вот, нужно тоже обратить внимание. А чем вы руководствовались, когда добавляли, значит, молодого человека, друзья? То есть, были ли у вас какие-то ожидания на этот счет? Ожидания, ну, по поводу того, вот, к чему приведет такое общение, да? Вот, что оно, чем оно для нас обернется, это общение, вот, и тогда, потому что, ну, опять же, вот, сейчас складывается такое, такое впечатление, что вы не очень осознаете. Что делаете, и чего, ну, чего вам хочется. Вот. Не то, чтобы это что-то плохое, да? Ну, вот, как мне кажется, все-таки, вот, обратить внимание на это очень важно и нужно. Дальше. Он говорит, что был проездом в моем городе поработать, что скоро будет возвращаться домой и также через мой город. За эти два месяца мы плотно общались, разговоры часами, внимание с его стороны и забота. Я начинаю понимать, что влюбляюсь снова. А есть тут такое ощущение, что вы влюбляетесь не в человека, а в его отношения к вам. То есть вы, то есть вы влюбляетесь не в него, а в то, как он к вам относится. Вот. То есть его отношения к вам вы влюбляет. Вот. Есть такое ощущение у меня. И это вообще, ну, вообще, да, несколько, ну, не то же самое, а что вот влюбиться именно в человека. То есть это разные вещи. Поэтому вам бы здесь вот постараться увидеть направленность своих чувств, попытаться увидеть направленность своих эмоций для того, чтобы лучше отдавать себе отчет в том, что вам хочется. Дальше. Значит так. Он рассказывал о своих планах на жизнь. И вот Денис, я встречаю его два года. У нас всего 4-4 часа. Он за мной ухаживал, отдал свою куртку, носил мою сумочку. Вроде мелочи, но для меня никто никогда такого не делал. Вы здесь выделяете именно отношения человека к вам. И влюбляете, соответственно, в это отношения. Возникает вопрос. А с текущим-то молодым человеком что? И вот мы стоим на перроне. Он меня обнимает, целует. Говорит, что кто-то обязательно приедет еще. Далее переписки о том, что он доехал, что он пошел увидеть со друзьями. Даже пару раз звонил. Но потом резко прекратилось. Отвечать он начал только если я писал им первый. Ну, здесь, в общем и целом, очень похоже на то, что человек не особо любит и хочет общаться по интернету. Так. Вот. Вот. То есть, здесь как будто бы история про то, что человек, да, вот он пока был с вами, значит, ему было хорошо. Вот. А когда, значит, вот вы, ну вы расстались, вот, а он, значит, ну начал как-то вот себя защищать. То есть, ну от такой коммуникации, да, где, в общем-то, вы на расстоянии. Вот. Вот. Потому что нет ощущений, опять же, что вы, ну, что вы можете быть вместе. То есть, нет такого ощущения, нет ощущения, что ваше общение может, ну, во что-то видится. Вот. Вот. И вот это очень, как я думаю, такой важный момент, вот, если мы хотим, опять же, разобраться в том, что происходит с вами. Понимаете, да? Вот. То есть, ну вот он решил из коммуникации, да, он решил выйти с вами таким образом, потому что вот, вероятно, не видит, значит, перспективы. Вопрос в том, видите ли вы ее, да, если да, то как. Что могло повлиять? Так, я понимаю, я с одной стороны ничего не обещал, не давал надежды, буквально вчера написал о том, что чувствую себя навязывать, если бы не нужно общение с вами, чтобы прекратил. Пока не нашлось слишком далеко. Ну вот, опять же, есть ощущение, что вы здесь как будто бы сами не отдаете себя отчетки в том, что происходит, да, не контролируете, а просто вот, что называется, по течению плывете. На зоне наблюдалось, что это далеко не только общение за каждого не хочет и только непонятно его отношение ко мне. А какое отношение у вас к нему, понимаете? Вот что интересно. То есть вы, как к нему относитесь. Может быть, начнем с этого больше. Тогда и не потребуется понимать, как человек к вам относится, невозможно. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Всего самого доброго и удачи!